Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня уже были освещены все модальности, позволяющие оценить статус лимфатических узлов. Однако мне хотелось бы вернуться к магнитно-резонансной томографии и попробовать стандартизировать получаемые нами данные путем выполнения всех исследований. Если мы говорим о МРТ малого таза, как о достаточно большой и объемной зоне сканирования, то при магнитно-резонансном стаканировании в зону интереса попадают следующие лимфатические узлы. Это параортальные частично, мезонтериальные лимфатические узлы, запирательные, общие внутренние и наружные подвздошные узлы, мезоректальные лимфатические узлы, прессакральные лимфатические узлы, глубокие и поверхностные паховые лимфатические узлы. Несомненно, есть более подробные классификации лимфатических узлов, которые в зависимости от локализации, как в данной классификации японского общества колоректального рака, нумеруют все лимфатические узлы в зависимости от их локализации, в зависимости от удаленности от первичного очага. И несомненно, стоит помнить о том, что лимфатические узлы таза являются региональным лимфоотоком следующих органов. Это предстательная железа, тело и шейка матки, яичники, мочевой пузырь, вульва и также прямая кишка. Несколько отличаются пути лимфоотока от разных органов. Соответственно, в разных ситуациях мы должны обратить внимание на конкретные группы лимфатических узлов в первую очередь, а потом уже оценивать все остальные. Уже говорилось о возможностях КТ, по компьютерной томографии мы можем определить и размер, форму, структуру, охарактеризовать накопление контрастного вещества лимфатическим узлов. А также, что немаловажно, оценить его отношение к окружающим тканям, потому что это будет крайне полезно для хирурга, выполняющего лимфодисекцию, чтобы позволить выполнить именно радикальную операцию. Магнеторезонансная томография также может оценить все эти критерии. Однако, добавлением может быть протокол сканирования. Уже обсуждался диффузионно взвешенные изображения, по результатам которого мы можем оценить целлюлярность лимфатического узла. Также оценить накопление парамагнетика лимфатическими узлами. Если мы говорим о диффузии, то данный протокол сканирования позволяет нам оценить не только пораженный лимфатический узел или не пораженный, но и оценить его динамику на фоне проводимого лечения. Так, в данном случае пациентка, страдающая раком мочевого пузыря, выполнила первичное исследование, по результатам которого была выявлена неинвазивная опухоль с неизмененными лимфатическими узлами. Пациентке был выполнен тур мочевого пузыря. Спустя два года в рамках динамического наблюдения пациентка выполняет магниторезонансную томографию, по результатам которой у нее отмечается прогрессирование в виде частично увеличенных, частично неувеличенных метастатически пораженных лимфатических узлов. На данном слайде мы видим лимфатический узел, неувеличенный, с признаками повышенного МР-сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях, а также в динамике мы видим уменьшение измеряемого фактора диффузии. Через три цикла химиотерапии пациентке было выполнено повторное исследование. Мы видим изменение структуры лимфатического узла, а также снижение МР-сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях и повышение измеряемого коэффициента диффузии. По магниторезонансной томографии, несомненно, мы можем оценить накопление парамагнетика лимфатическим узлом. В случае неизмененного лимфатического узла мы будем видеть достаточно однородное, слабоинтенсивное накопление парамагнетика. В то очередь, как при метастатическом поражении лимфатический узел будет интенсивно гетерогенно накапливать парамагнетику. Существуют более сложные и дорогостоящие методы оценки лимфатических узлов. Это радионуклидные исследования. А также сейчас проходит третью фазу клинических исследований лимфотропный магниторезонансный контраст. Это контрастное вещество, которое вводится внутривенно, оцениваются доконтрастные и постконтрастные серии. При нормальной структуре неизмененной лимфатического узла на постконтрастных сериях мы будем видеть снижение МР-сигнала. В свою очередь, при метастатическом поражении лимфатический узел не будет менять МР-сигнал. В данном случае мы видим половину лимфатического узла, пораженную опухолью, и половину интактную. На данный момент не существует ни одной шкалы оценки лимфатических узлов или же какого-то стандарта измерения лимфатических узлов. В той очереди, как для определения статуса первичной опухоли существует множество шкал РАЦ, по результатам которых мы можем стратифицировать риск опухоли. В 2016 году обществом СГАР была предложена шкала оценки лимфатических узлов, которая учитывает размеры, структуру, контуры лимфатического узла, но в большей степени она применима для колоректального рака. Несомненно, на данный момент тема метастатического поражения лимфатических узлов все еще остается актуальной. В 2021 году была предложена статья, описывающая новый подход к стандартизации оценки статуса лимфатических узлов шкала НОУДРАЦ. Данная шкала оценивает размер лимфатического узла, его структуру, подчем подразумевается текстура лимфатического узла, контуры и формы лимфатического узла. По результатам выставляются баллы, баллы суммируются и выставляется шкала НОУДРАЦ, категория НОУДРАЦ. Если мы говорим о размерах, то лимфатический узел может быть неувеличенным, размеры варьируются от 5 мм до 15 мм в зависимости от локализации. Он может быть увеличенным, соответственно, превышать те размеры, которые указаны в первой колонке, а также в динамике увеличиваться более чем на 2 мм. И также шкала НОУДРАЦ выделяет конгломераты, то есть лимфатические узлы более 3 см в любом измерении. Текстура лимфатического узла может быть гомогенная, гетерогенная, с фокусами некроза, с обширными некрозами или вновь появившимися некрозами. А также иногда мы видим специфические находки, которые применимы к определенным локализациям или же типам опухоли. Это кистозная структура в случае HPV-ассоциированных опухолей, муцинозная структура в ряде муцинозных опухолей. И кальцинаты наиболее характерны для рака щитовидной железы. На приведенных изображениях видны структуры измененных лимфатических узлов. Контуры лимфатического узла могут быть ровными и четкими, а могут быть неровными и нечеткими. Форма лимфатического узла, доброкачественным лимфатическим узлом будет любая форма с наличием жировых ворот. Может быть пачковидная форма или овальная без наличия жировых ворот. А также могут быть округлые лимфатические узлы без жировых ворот. По результатам оценки лимфатического узла складываются палы и выносится категория no-trats. Первые две категории будут говорить нам о низкой вероятности вторичного поражения лимфатического узла. Четвертая и пятая категории скажут о высокой вероятности лимфатического узла. Если в первом случае мы будем говорить о том, что лимфатический узел интактен, то во втором случае рентгенолог должен вынести его в заключение как метастатически пораженный. Однако остается промежуточная категория третья, это сомнительные лимфатические узлы. Интерпретация данных производится по результатам КТ, которое в обязательном порядке должно быть выполнено с контрастом для оценки структуры лимфатического узла. Магнитно-резонансная томография не требует контрастного усиления. Мне хотелось бы остановиться на некоторых клинических случаях. Пациентка 59 лет, страдающая раком яичника. По результатам МРТ выявлено два лимфатических узла, расположенных вдоль наружных подвздошных сосудов. Лимфатические узлы не увеличены, с ровными четкими контурами. Мы видим жировые обороты в структуре, структура их однородна. По шкале НОУДРАЦ вставляется первая категория, очень низкая вероятность наличия метастатических клеток. Пациентка была приоперирована гистологически без метастаза в лимфатических узлах. Следующее клиническое наблюдение. Пациент 55 лет, страдающая раком шейки матки. В запирательной области мы видим неувеличенный лимфатический узел, достаточно неоднородной структуры, а воидный, с четкими ровными контурами. По шкале НОУДРАЦ выставляется категория 2. Пациентке было выполнено хирургическое стадирование. Ни в одном лимфатическом узле метастатического поражения не было обнаружено. Третий пример. Пациентка 30 лет, также страдающая раком шейки матки. Вдоль наружных сосудов подвздошных мы видим лимфатический узел. Он увеличен в размерах до 13 мм по короткой оси. Он имеет достаточно гетерогенную структуру с четкими ровными контурами, а воидной формы. Пациентка была прооперирована. В одном из лимфатических узлов было получено специфическое воспалительное изменение, миллериоз. Пациентка, также страдающая шейкой матки, 53 лет. Достаточно большое распространение первичной опухоли. И мы видим множественные лимфатические узлы, увеличенные. Неоднородные структуры, контуры. Их несколько неровные, нечеткие. Мы выставляем категорию 4. Пациентке выполняется тазовая лимфоденектомия, по результатам которой отмечается метастатическое поражение региональных лимфатических узлов. Пятый пациент, страдающий распространенным раком предстательной железы вдоль наружных подвздошных сосудов, запирательной области. Мы видим конгломераты лимфатических узлов, которые, несомненно, превышают 30 мм. Они 35 до 35 мм в наибольшем измерении. И, соответственно, данный пациент классифицируется как пятая категория ноудрац. Несомненно, подводя итоги, я хотела бы сказать, что использование данной шкалы имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится то, что мы можем попытаться стандартизировать оценку вероятности метастатического поражения лимфатических узлов. То есть мы имеем уже не белое и черное, не да и нет, а какой-то спектр цветов и оттенков. Мы можем более конкретно говорить о характеристиках лимфатических узлов. Эта классификация применима для любой локализации, кроме лимфомы. К минусам данной классификации относится то, что все-таки остается категория 3, и мы по-прежнему будем вынуждены в ряде случаев спорных выносить в свое заключение суспицу метастатическое поражение лимфатического узла. То есть никуда мы от этого пока что не можем деться. Данная классификация не учитывает такие важные факторы, как изменение МР-сигнала на диффузионно взвешенных изображениях и характер накопления парамагнетика. И также эта система еще до конца не принята никаким обществом, то есть она является пилотной. В связи с этим появляются вопросы, наверное, на которые мы все вместе сможем когда-то найти ответы. Эти вопросы требуются ли какая-то стандартизация проведения исследования, потому что шкала наудрац пока что нам не говорит о том, какой должен быть протокол исследования, на каких срезах мы должны мерить размеры лимфатического узла, должны ли мы выполнять диффузионно взвешенные исследования и оценивать их, как мы должны оценивать контрастное усиление. В случае магниторезонансной томографии нужно ли нам динамическое контрастное усиление, или мы можем обойтись самым обычным контрастом. Кроме того, мы не знаем, насколько эта шкала применима для наших коллег-онкологов. И, наверное, если же для онкологов она не является необходимой, то специалист отделения лучевой диагностики уж точно не должен вводить ее в ежедневное использование, в рутинную практику. Хотя остальные шкалы РАЦ позволяют нам говорить на одном языке с клиницистами. Может быть, и данная классификация поможет нам найти общий язык. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.